всем хорошего дня с вами серверти и сегодня мы с вами продолжаем играть за фракцию водян на безграничной сложности ну что ж прошлой серии а мы остановились на том что у нас в принципе дела идут неплохо вот мы уже парочку систем взяли себе скоро заберем еще две дела у нас идут хорошо в плане в плане эссенции и много много чего кстати если впервые смотрите меня не забудьте заглянуть подсказки в правом верхнем углу а если уже второй или третий то не забудьте подписаться и нажать на колокольчик прошлой серии я говорил что мы сегодня поговорим про стратегические ресурсы и про ресурсы роскоши которые принципе неплохо или точнее какие стратегические ресурсы зайдут неплохо водянам принципе для водян учитывая что вы например берете фокус больше на системы где там по четыре по пять планет и учитывая что поселение у вас растут не на одной планете они растут сразу везде вот то получается любые любые ресурсы которые дают прибавку именно к поселению то есть например там четыре производства на одно поселение четыре пыли на одно поселение получается что именно такие ресурсы дают самый большой буст и учитывая что у водян всегда будет максимальное количество поселения на любой планете любого размера то получается что это наверное самый лучший вариант если мы будем говорить про ресурсы в целом да то есть например что нам важнее то есть например там та же еда производства там пыль ну и так далее и тому подобное я бы сказал что наверное пыльевые деревья если мы говорим про первый тир ресурсов не забывайте что их всего три то есть есть базовые которые всегда все появляются второй и третий обычно рандомны поэтому в этом плане я бы сказал что пыльевые деревья лучше почему они лучше они очень неплохо дают вам на старте возможность настраивать ваши ковчеги то есть вы там поменяли что-то потом потратили на это пыль опять же поменяли но вы видели как я делаю то есть у нас одна была планета мне приходилось сначала поменять на науку потом обратно на ои с на эссенцию потом соответственно когда ваш ковчег идет к месту у него куча очков движения чтобы обратно поменять его на эссенцию опять же нужно пыль 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 и это впадает в копеечку от купится от пиратов пыль купить пиратскую медкад купить стратегические ресурсы если вам чего-то не хватает опять же тоже пыль это касается и начала игры и середины и конца поэтому в принципе это самый лучший ресурс в моем опять же это на мою точку зрения у вас может быть своем на второе место я бы поставил джейдоникс потому что джейдоникс он позволяет вам быстро стартануть причем можно даже кого-то и зарашить весь его очень удачно а соответственно все кого-то вы зарашите то вы с него начнете вытягивать кучу эссенции а может захватить его стратегические ресурсы а то может быть еще что-нибудь то есть в этом плане джейдоникс как второе место по эффективности наверное такой самый неплохой вариант на третьем месте я бы поставил либо науку либо влияние принципе 50 на 50 то есть с одной стороны что наука что влиянием ну в принципе наука неплохо опять же если вы развивается хотите быстрее с другой стороны ну такое в середине в конце игры очень очень спорно если допустим джейдоникс даже в поздней игре хотя бы позволяет вам быстро развивать колонию начальную да то наука ну ну я бы не сказал что она какой-то бонус принесет влияние еще можно куда-то влить то есть влияние более полезно в этом плане поэтому наверное влияние я бы поставил на третье место потому что еда ну еда хороша только в том случае если у вас вокруг сплошные этим сплошные планеты так называемые пепловые лавовые вот в этом случае в этом случае ресурс роскоши по плане еды очень очень поможет потому что когда у вас не будет хватать еды ваше поселение начнет умирать единственно конечно будет проблема еще с счастьем но с счастье можно еще в принципе разобраться как-то с горем пополам само понятие счастья в принципе для водян особо это не заморачивает ну точнее раньше мы особо не заморачивались как поздних патча когда я чем им играл у них был вообще указ на то что вы устанавливаете счастье на определенную отметку и вообще не заморачивайтесь в этом понятии но к сожалению это уже убрали поэтому приходится немножко позаморачиваться ну такое трудовые ресурсы в принципе не особо ну еще по поводу выкупа зданий но вот это я не знаю вот для меня пока еще спорно я бы не сказал что я такой прямо профи в водянах но мне кажется что такое это скорее для люмерис фишка но не для водян хотя учитывая сколько они копает пыли если в принципе подумать то можно и так тоже пойти значит это то что я проговорил про ресурсы роскоши ну в принципе что у нас тут осталось у нас сейчас мы выкачиваем эссенцию из нашей обращенной малой фракции значит чего я жду я жду атаки люмерис люмерис собирается нас атаковать вот с этой стороны то есть как только они возьмут эту фракцию они возьмут флот и соответственно сразу же пойдут в атаку это это стопроцентно это прям я прям я чувствую знаете вот здесь я по разведываю что здесь поставлю здесь еще один ковчег кстати у нас тут и планеты то я забыл посмотреть нас тут снежные арктические неплодородные так как мы изучаем собственно говоря каким какие у нас исследования так мы исследуем ледяные нам и потом мы возьмем автономные материалы чтобы типа у нас были больше перемещений между звездами и у нас было повышенная наука ну не знаю вот кстати думаю может быть сейчас мы вот это вот уберем нам нужно даже вот так вот я сделаю потому что у нас вот здесь вот у нас вот есть неплодородные кстати вот видите сколько всяких красивых залежей поэтому в принципе наверное не будет сейчас лучше ее поражать 1 а потом уже мы возьмем или наоборот или уже дожатию она давайте да точно у меня что-то еще есть ледяная все дожмем короче до конца уже фиг с ним то уже будет неплодородное лиц поехали и кстати что у нас там по по этим а ты меня слушаешь да осталось еще 11 ходов у меня еще есть место точнее не место время повалять дуракам хотя можно было бы вот так вот сделать в принципе пока пока позволяет ему немножечко так знаете залить не не 12 тысяч нас таких нет ресурсов зальем ему замечательно так у нас еще герой кстати не назначены дам и еще взлом надо сделать дам взлом так а взлом что мы можем попробовать со взломом сделать давайте пока пиратов по взломом по тырим у них ресурсы может что-то полезное выбьем дам а героя мы закинем но я не знаю куда герой нам закинуть принципе то пока что героя закинуть то некуда хотя мы можем закинуть его в прокачаться скажем так то есть мы можем закинуть вот в эту систему и пока она подымает уровень он будет вместе с ней тоже подымать уровень в принципе здорово получается нам а пусть будет так и не забываем естественно прожимать нашу нашего этот самый нашу фракцию точнее не наш фракцию наших наше поселение усиливать потому что это залог нашего успеха так ну все пока пока сидим нам значит что я сделаю если лимири все-таки попробует атаку сделать снизу он ведь она пытается постоянно выкупить пиратскую метку кстати для тех кто все-таки хочет остановиться на каком-то моменте вы всегда можете замедлить запись или поставить паузу это так держу в курсе если что значит 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 что у нас там кстати по академии я я неплохо так вырвался вперед в принципе я хочу получить просто этот ударный флот тем более что ну разработчики добавили такую интересную фичу которая с сомнительного баланса вот вот у нас тут квест выпал на этот на уникальной планету но я тут не вижу ни одной еще уникальной планеты если конечно только не забрать этот самый домашнюю систему фракции мне кажется это уже будет перебор что я сейчас буду делать я буду пока что высаживать полностью всю нашу эссенцию в поселение ну что мне кажется что нам это надо прокачать причем желательно получше и побыстрее так вот у нас еще одна планетка дам значит у нас еще осталось что у нас тут есть еще арктическая и неплодородная дам здесь у нас газовая здесь лава а здесь у нас получается большая пустынная пепловая и этот самый а здесь у нас что снежная неплодородная арктическая 5 нам а здесь у нас что здесь у нас пиплая то есть у нас тут есть варианты у нас есть вариант мы можем взять газовую чтобы копать уже наконец-то антиматерию кстати наверное это даже лучше будет сделать играется чем раньше начнем а кстати стоп 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 нет не антиматерию гипперии мне надо было сразу взять уже потом нас ждут гипперии Кстати, теперь по стратегическим ресурсам В принципе, какой ресурс Больше всего подходит для Водян Опять же, это на мой взгляд У вас может быть ваша другая какая-то точка зрения Но мне кажется, что Водяне чувствуют себя лучше всего с начальным Гиперием Почему Гиперии? Ну, наверное, потому что мне вот Лично мне, опять же, нравятся их координаторы Вот эти вот защитные корабли Больше, чем вот этот вот их охотник Который за Титан Вот, у них сразу три слота В которые можно поставить бомбардировщики И чувствуют они себя замечательно Вы, конечно, можете не только бомбардировщики Можно туда и какие-нибудь лазеры поставить Тем более, что у Водян, как бы, точнее у героев Водян есть специальные скиллы Которые усиливают урон энергетического вооружения Поэтому они лучше себя чувствуют именно с этим вооружением То есть, вот у нас, например, урон энергетического вооружения Почему бы и нет Так Значит, дальше Дальше, дальше у нас Пока эссенция капает Да? Что у нас там по ковчегам? Так, ковчеги пока у нас Больше тут ничего не надо нам менять Да? Я просто на всякий случай всегда проверяю А вдруг я что-то забыл, пропустил То есть, мы можем, в принципе, пока Вот этот надо улучшить, да? Все, он 344 копает Так, этот надо улучшить? Да, тоже его надо будет улучшить Вот это самое важное Не забывать улучшать ковчеги Чтобы они нормально вам потом выкапывали 500 500, хорошо Я возьму Все, мы получили гиперий теперь Гиперий начинаем копать Ну все, гиперий, если начинаем копать То все Противники могут скоро Закапываться под землю Значит, почему мне так нравится этот координатор? Ну, наверное Наверное, я бы сказал Что мне координаторы очень нравятся тем Что, во-первых, это дешевый корабль В принципе Ну, если сравнивать с другими Классами То есть, он по сравнению там с теми же линкорами Конечно, линкоры лучше в этом плане Но Мне кажется, что он Простой Простой Очень простой, я бы даже сказал Вот И учитывая, что там три слота сразу бомбардировщиков То можно перемалывать На середине игры много очень кораблей Вражеских То есть, буквально Не тратя никаких особых ресурсов И В принципе Ну, естественно В мультиплеере такой вариант не пройдет Там все-таки игроки Посмотрят, что у вас там сплошные бомбардировщики Начнут что-то по этому поводу думать И собирать какие-то другие кораблики против вас Вот Но, тем не менее Тем не менее С ботами это всегда прокатывает Значит, у нас Два варианта Мы можем пойти сейчас чисто В науку Вот в эту систему, да Ай У нас как раз-то получается, что ковчег-то есть уже, да Можем ему даже сейчас дать очки перемещения Но получается, что действительно Мы его сейчас должны Поставить В систему там, где пять планет У нас сразу два кандидата, да То есть, вот здесь у нас науки До хрена Сразу Тут у нас даже Получается, газовая будет потом открыта еще Наверное стоит Давайте, наверное, ударимся в науку Все-таки Давайте попробуем сделать Даже не так Сделаем попробовать Блин Заговорился В общем Попробуем Сделать Победу В науку То есть, вот Научную победу За водян И для этого нам нужны В принципе Системы, где много науки Да и в принципе Нам надо будет Потом пытаться Нагнать наших оппонентов Поэтому О, кстати А вот это вот уже летит гость Смотрите Видите, вот это вот летит хрень Вангую Вангую сейчас начнется Сейчас начнется атака Я вам гарантирую Не зря же они там вылетели То есть, он только сейчас залетит И сразу такой Я тебе объявляю войну Так, я сейчас еще посмотрю Есть ли у нас танки Ой, танков у нас нет Танков нам бы Нам бы не помешало будет Точнее, нам бы не помешало Наверное, их сразу вкачать Пусть будет Так, ну герой Герой пока находится В другом В другом месте Ну, если что Если что У меня вот есть вот эти вот парни То есть, я забираю Получаю вот сразу вот этот флот И я могу его сразу же отправить Отправить вперед Навстречу приключениям Единственное, конечно Хотелось бы Это сделать быстрее пораньше Но пока Пока, наверное, не получится Так, тут у нас Пусть пока Все Идет Короче, вот сейчас Будет точно война Смотрите Проверяем И И Война Оп Оп Нет Что-то пока он Что-то он Что-то он Не хочет воевать Что-то пиратов Не убиваешь Падала Убей пиратов уже Скорее всего Пирата убили Собью его флот И у него, наверное Проблемы из-за этого Произошли Так, мы вон Спасли кого-то Получили кучу науки Говорится Спасибо, спасибо Все, ковчег уже прилетел На место Давайте мы его Э Куда ты Куда ты летишь Не, нормально вообще Сразу сюда летит Так, пираты Алло Че, охренели что-ли Не, ну я так Не гуляю с вами Вы шо Блетт Ну и шо с этим делать Ко мне летят пираты Ну Не, я так Гулять не буду Вы шо Ну вас в бане У меня сейчас нету Ресурсов С вами сражаться Какой шанс Того, что залетит Пираты Именно В ту систему Где у вас Находится Собственно Ваш ковчег Да Да никогда в жизни Так, я просто Сейчас еще Пройдусь по Апгрейдам Я даже думаю Может мы щитов Понакидываем Хорошеньких, да И А почему бы еще Не закинуть Еще парочку Вооружения То что-то Тут такая движуха У меня в системе Мне что-то тут не нравится Что-то они Походу страх потеряли Поэтому надо бы Кстати, вот тут надо бы Тоже кое-что сделать Так Впарим Все 453 600 О, хорошо Хорошо я себя чувствую Так, ну у нас там Походу сейчас движуха Будет Короче, герой Давай-ка ты Все-таки сдвинешься Потому что у нас Сейчас Точно сейчас будет Мясо Так, что там у нас По О, меня уже что Выгнали? Серьезно? А сколько там Осталось-то? Сколько там осталось? Четыре хода Слушайте, меня выгнали А? Фу Сейчас я Сейчас я вам покажу Как 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 надо Шиш Выгнали Они меня А вот так Ты не хочешь? А? Так Давайте взломаем Их ресурсы Так, ну что Ты будешь мне Объявлять войну? Нет Он меня пока Просто бомбит В состоянии Холодной войны Типа просто бомбит Окей Значит Я тогда сейчас Зателаю Ну Регруп Давайте на Рысь А вот и война А вот и война А вот и война Так Не, ну это было Ожидаемо Я же говорю Просто вот он Так Группировал Группировал Знаете Типа мол Без понтов Типа да Дружище Ну ты же не знаешь Что у меня тут уже Готовится тоже для тебя Подарочек Сколько они будут его бомбить А они еще долго Будут его бомбить Вот Мне тогда стоит Прокачать танки Кстати Что самое полезное В плане вот этих вот Ковчегов Вы можете вот увидеть Что флоты на орбите Обеспечивают Трудовыми ресурсами То есть Ковчег По умолчанию Еще и бафает Вашу наземную армию То есть Если кто-то Разбомбит под ноль То ваши ковчеги Потом их поддерживают Ну опять же Благодаря тому Что модуль Не позволяет его атаковать Он себе спокойно висит И В принципе Такой вот Лайфак Можно даже сказать Да Так Так Вот это вот мы Возьмем Давайте счастьем Подкрутим Как говорится С счастьем Потом Привали Водом Война пришла Неожиданно Точнее Вполне ожидаемо Законтрили Прямо Весело Так Есть ли тут у нас Еще какие-то варианты Я сейчас посмотрю Вроде все О Мы получили еще Бесплатную технологию Что не может не радовать Боже мой Сейчас Сейчас Так Пиявочники отступайте Я не хочу их терять Так Значит Ковчег уже Готов Кстати Кстати Ковчег Ковчег мы можем поставить Вот в этой системе Даже То есть мы сейчас Заберем Флот Получается Мы забираем Флот От малой Фракции У нас Отсвобождается Эта система И чтобы наши Оппоненты Не забрали ее Чтобы наши Оппоненты Не забрали То мы там Естественно Поставим Ковчег Вот так вот Раз Ковчег Поставили Все Никто здесь Не пройдет Так Ну естественно Пыль Потом Самых Водян Вот А флот уже готов Готов принимать Командование Вот так вот Делается Все Очень Просто Кстати Заметьте Мы копаем Почти 500 эссенций При этом Мы сейчас Не высасываем Ни из кого Энергию Поэтому Кто тут его бомбит Наверное Академия его бомбит Или пираты Или Академия Или пираты Ну что то одно Из других Должно быть Вот я сейчас Не могу понять Он что ж Не обороняет Систему Он же просто Ее бомбит Короче Потерял Пиявочников Покровьтесь С миром К сожалению Но Тем не менее Флот я получил Значит Флот Мы теперь Направим Естественно На защиту Вот У нас Кстати Прокачивается Этот вот Герой Надо будет ему Подкачать Немножечко Мускулы тоже Чтобы он Был хорошим Губернатором Пока что Значит Теперь по кораблям Что у нас там По кораблям По кораблям У нас пока Полная Ж Поэтому В принципе Мы можем Попробовать Взять Ультра Снаряды Так Для наших Разведчиков Пиявочники У нас вроде Прокачаны Да На максималку Этих Да Прокачаны Нам короче Надо будет Изучить Военные Технологии Будет То есть Тем более Что у нас Сейчас появился Вот этот Бегемот То есть Мы изучим Чертежи Бегемота И сразу же Пойдем в Координатор Это то что я Говорю Что координатор Опять же Лично для меня Это самый лучший Корабль Для середины игры Как минимум Кстати как там Академия Поживает Вашара Здравствуй Здравствуй Я даже вам Битву покажу Чтобы посмотреть Как они страдают Да Если говорить про War Водян То как-то Выглядит это все Очень забавно Да То есть У Водян Был раскол Когда Еретиков Они еле-еле Выгнали Да А еретики Это как раз Такие Этот Сандер Вот с этими Своими Кораблями И всем остальным Вот И получается Что мы покупаем У них флот И получаем От них поддержку Да Ну Конечно В этом плане В плане Вора Академия Сейчас не очень Вписывается В план В плане Водян Потому что По идее Они вообще Не должны С ними Говорить Типа Мол Вы же еретики Какого хрена Я тебе не завидую Лемерис Вот 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 Просто Вот сейчас Объявить Было мне Войну Самая Большая Ошибка Потому что Теперь Тебе Просто Звезда И кайз Городом Так Ну все Мы тогда Полностью Наши корабли Настраиваем На войну Все Отправляем Корабли Туда Здесь У нас Будут Пиявочники Строиться Штамповаться Просто Знаете Как На станках Побольше Побольше Вот Нам это Все пригодится Вот Ну Как минимум Пригодится В том плане Что Они будут Вытягивать Эссенцию Из вот этой Вот системы Вот И В принципе Да А основным флотом Мы сейчас удар Сделаем Вот туда Наперед Тем более Что У нас Флот Неубиваемый Сейчас О Мы Открыли Новые Стратегические Ресурсы Я вижу Так Что Это У нас 15 Влияния У Нехило Так 15 Влияния Звучит Интересно Так Ну Вот Это Мы Подымем Сейчас Сейчас Там Будет Жарко Будем Паковать Живьем Кстати Надо Будет Уже Построить Этот Наконец То Исследовательский Центр То Я смотрю Наши Оппоненты Вообще Не Строят Его Я То В принципе Не Строю Потому Что Не Был Подходящей Системы Однако Сейчас То У меня Система Есть Кстати Что Тут У нас Еще Не Колонизировано Пустынное Да Блин Учитывая Что Пока У нас Флот Есть Мы Можем Позволить Себе Пока Что Построить Точнее Взять Пустынную Планету Сейчас Мы Еще И Пиратов За Один Ход Тоже Разнесем Все А Потом Мы Сразу Координатора Забахаем Себе Так Взломать Это Все Дело Так Здравствуйте Смотреть Это Уже Не надо Это Уже Избиение Неполноценных Вот Значит Так У нас Получается Пиявочники Строятся Вот Они Потом Сюда Будут Лететь И Вытягивать Эссенцию У нас Кстати Подъехал Еще Мы Можем Вот Так Еще Сделать Потому что У нас Война Пошла Сделаем Дешевле Нашей флоты И В принципе А что там Кстати у нас Ковчег у нас На максимум Значит Экономный Ну вы помните Экономного Лучше всего Сразу же Было бы Взять Многофункциональность Но к сожалению Пока что У нас идет Война И нам Как бы Не до этого У нас Нет Времени На игры На игры Мы должны Воевать В общем Желательно Безжалостно Не 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 Подожди Куда Двинулся Надо было Поставить Этот Чтобы он Там Оборонял Тогда Было бы Все Идеально Просто Так Все Вытягиваем Давай Эссенсу Потихонечку Нам надо Еще построить Два Ковчега Как минимум А можно Даже И Больше В принципе Сейчас Ну Вообще Без разницы Абсолютно Да 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 Пираты Напали На флот Академии Желаю вам Удачи В аду Так А вот Мы и тоже Прилетели На этих Самых Сейчас Мы их Выкачаем У них Там Всякие Эти Интересные Залежи Кстати я думаю Нам надо будет Изучить Эти Аномалии Еще Повыше уровня Чтобы мы могли найти Стратегические ресурсы Второго уровня А то у нас получается Точнее даже не второго А третьего уже получается Да Вот У нас тут есть Кстати Вот тут появились они А я только один нашел Так а сколько их еще Может быть Да Я вот знаю Что протоорхидеи Где то есть Где то есть у меня Протоорхидеи Стоп Сейчас Сейчас Не Странно Очень странно На самом деле Что то не понял Ладно Окей Значит Ковчег Ковчег у нас сейчас Будет скоро построен Точнее у нас появится Ресурс На его постройку Но тут мы можем Сделать Схитрить Мы можем Пока что Не дожидаясь Поставить Еще одно Поселение Построиться Где нибудь Вот здесь Например А то у нас Видите Скука эссенции Прилетает А мы прям Практически Не успеваем Отстраивать Кстати Наверное Экономический Бегемот Мы на этой стороне Построим Вот это будет Очень Очень кстати Кстати Так А тут в принципе Можно и не бомбить Наверное Потому что Потому что Можно сделать Вот так На следующем ходу От них Ничего не останется Ну все Там у нас Получается И будет Исследоваться Следующий Вид корабля Все Это мы все Смяли То есть Пиратам Тю-тю Пришло Теперь давайте Бомбить Уже Планеты Точнее Колонии Люмерис Потому что Надо вот это Убрать То как-то Они вообще Уж там Чувствуют себя Замечательно Вот здесь Вот еще Конечно Аномалия Я вот смотрю Блин Вот это Вот надо Все Поизучать Все Нужно Поизучать Так Вот это Мы заберем Нужно ли Нам еще Один Сколько Нам в принципе Надо А если Сейчас Будет 600 То мы Сразу Построим Ковчег Отлично Просто Превосходно Тем более Что нам Сейчас Надо быстро Наращивать Темпы Нам надо Быстро Захватывать Эти вот Новые Открывшиеся Нам Территории Кстати А может Мы из Этого Бойца Не будем Делать Боевого Парня Я так На него Смотрю Думаю Что у него Тут Есть Уровень О нет У тебя Нет Этого Самого Главного Навыка И ты Милитарист При этом Да Это Вот грустно Кстати Вот по поводу Этого Момента Значит По поводу Героев Вот смотрите У нас Есть Страж И у нас Есть Советник Да Вот Стражи По умолчанию Наверное Самые лучшие Герои Вот Потому что У них Вот Есть Грандсмейтер Военного Дела Сразу же Да И еще Праведность Посвященных То есть Вот такая Вот Штука Не хотите Его садить На Флот Да пожалуйста Вон у нас Есть Глаз Народа Вот Добыча Хорошая Тут у нас Есть Вот Непогрешимый Авторитет То есть Такой Знаете Очень Очень Гибкий Парень А у этого Что Шоу Советника Ну Такое Что то Так Смотрите На него Ну я не знаю Типа Я хочу Его Вообще Видеть Или Не хочу Видеть Ладно Давайте Тогда Пыльку Подкачаем Короче Пусть он сидит Губернатором Мертвым Грузом Вот А здесь Мы построим Еще один Ковчег Так Ну все Вот это мы Все тут Исследовали Можем Лететь дальше Значит Эту систему Мы потом Сломаем Ну как Потом Мы ее Ломаем Сделаем Из нее Этот Как Его Называется Охотничьи Угодья Вот И Неплохо Будет Нам Кстати Вот тут У нас Будут Настакиваться Пиявочники И будем Качать Еще Больше Эссенции Ну вот Короче Сейчас У нас Идет Как Снежный Ком Мы Начнем Быстро Быстро Наворачивать Кстати Я забыл Про Бегемот О Квадроникс Нашелся Ну Здравствуй Квадроникс Так Бегемотик Он у нас Хотя Сейчас Особо Не сделает Воды Вот Но пусть Пусть Будет Хотя бы Полезным Нам Надо Будет Еще Изучить Обязательно Титановые Для Бомбардировки Планет Потому что Титановые Вот эти Вот Снаряды Они Очень здорово Помогают При осадах Так Здесь у нас Построился Ковчег Мы его Отправляем Соответственно Дальше Ту систему Там мы Уже Построим Не ну Я честно Говоря До сих пор Удивлен У нас Получается Какой Ход Уже 49 А Наши Оппоненты До сих пор Не построили Парк Развлечений Я Просто Не понимаю То есть Мультиплеере Конечно Игроки Бы уже Построили А для Водян Желательно Его строить Там Где-то Будет Действительно Удачно Вменяемо Вот Вот так Вот Я бы Еще Сюда И этот Влепил Как Он Называется Университет Денарко Вещ Я Нахожу Какой-то Аммантю Аммиантоид То есть Которая Дает Просто Ну Чуть Урона На При Наземных Сражениях Ну Такое Себе Ресурс Спорный Смешной Ну Точно Неполезный Так Щит У нас Уже Есть Значит Тогда У нас Получается Нам Надо Приготовить Оборонку Еще Одного Пиявочника Отправим Благо У нас Люмерис Были Полезные Они Сделали Нам Охотничьи Угодья Мы Уже 900 Эссенций Берем Я Чувствую Прям Прирост Прирост Прямо Идет По моим Венам Так А здесь Пока Бомбим Я Просто Хочу Использовать Этот Флот Академии Чтобы Он Помог Разбомбить Эти Все Системы Вот Просто Надо Просто Надо Так Все Там Пошли Эти Как Они Называются Эти Самые Бомбардировщики Мы Скоро Получим Бомбардировщики Бомбардировщики Можно Будет Тоже На Ковчеги Еще Поставить Что Тоже Не Может Не Радовать Тысяча Тысяча Эссенций Просто Так Беру Копаю Проверяйте Господа Еще Какую-то Херню Нашел Так Стоп Ты Что Воевать Пришел Ты Пришел Со Мной Повоевать Давай Давай Повоюем Давай Пил 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 Все До свидания До свидания С вами было Очень приятно Познакомиться Блин Не Ну С таки С такой Количеством Эссенций Я могу И в принципе И планеты Там Где По Три Колонизировать С таким Размахом Ля Я прям Чувствую Этот Прирост Так Нам Надо будет Вот это Обязательно Изучить Даже Вот так Вот Сделать Потом Вот это Изучить Ну И дальше Там По Модулям Нам Короче Надо Будет Очень Хорошо Пройтись По Этим Модулям Потому Что У нас В принципе Вот этот Ковчег Который Стоит Вот Здесь Его Надо Будет Потом Вкачать В Науку Чисто Так Есть у нас Милитарист Помогает Тоже Руками Своими Копать Давай Давай Так Вот это Обязательно Потому что У нас Тут Самый Важный Ресурс Копается На котором Мы просто Жить Будем Жить Не тужить Что это Тут Летит Это Херня Летает Потом Сбить Надо Будет О Я еще Какую-то Херню Откопал Ну Спасибо Еще Один Корабль В лот Прилетел Изи Блин Ну я Не знаю Я так Смотрю На Вот Это Вот Я Сейчас Так Понимаю Что Можно Даже Часть Ковчегов Будет Вообще Отключить В плане Эссенции Нахрена Ну Надо Просто Сумасшедше Копаю И Так Кстати Вот Эти Титановые Мы Потом Поставим Обязательно Вот Сюда Здесь У нас Будет Два Очка Перемещения Мы Пока Не Будем Тратить На Это Гиперий Здесь У Нас Будут Щиты Тоже Пока По Дешевке Будем Склепать Эти Корабли Потому Что Пока Что У Нас Только Одна Система Копает Нам Бы Конечно Еще Вторую Сделать Так У Ж Так Ну Что Давайте Высаживать Этих Самых Бойцов Это Что Мы Тут Засиделись Ну Естественно Сейчас Начнет Население Перерабатывать Но Кстати Вот В плане Водян Что Мне Нравится Что Вы Можете Точнее Вы Вообще Не Высаживаетесь На Планету Себе Спокойно Можете Стоять Там Вытягивать Эссенцию Уменьшать Поселение А потом Так Ой Ну Короче Пора Типа Вас Там Смять Нахрен 1200 Хорошо Ух Ух Прям Прям Пошло Хорошо Идем Но Опять Надо Будет Потом Наука Обязательно Поэтому Я буду Изучать Автономные Материалы В первую Очередь Потому Что Я хочу Поставить Научный Генератор Прямо На Этот Ковчег Нам Потом Сюда Надо Будет Обязательно Влепить Что Нибудь Еще Такое Прям Я не знаю Прям Что Такое Хорошее Так Еще Один Ковчег Можно Строить Так Эта Блица Мы будем Ломать Его Здесь Строим Ковчег А нет Стоп Отставить Сначала Обязательно Прожимаем Да Вот это Кстати Единственное Что неудобно Что постоянно Приходится Вот это Прожимать Но По другому Оно В принципе Не будет Работать Даже Если Поставить Перемещение Но Вы Потратите Важный Этот Важное Место Где Вы можете Например Поставить Тот же За Какой Модуль Поддержки Так Оборонял Кочку Поставим Чтобы он Там Вообще С места Не сдвинуться Короче Я сейчас Я сейчас Могу Это Сделать Так Вот это Мы Продолжаем Выкачивать 1200 О Хорошо Так Я прям Ух Так Блицом Его Шатать Все В общем Смотрите Водяне У нас Не захватывают Как я уже Говорил Системы Они не могут Это сделать У них всегда Только Ихние Поселения Вы можете Устроить Сафари То есть Это как Ограбление Да То есть Вы возьмете Потырите у него Ресурсы Там еще что А вот Покаяние Имеется ввиду Что вы превращаете Систему В охотничьи Угодья И вот это Вот Прикол в том Что система Становится Вот Вроде как Разрушенная Но при этом Она приносит Вам еще Эссенцию Вот такой вот Интересный Момент Так Ну слушайте Я наверное Лучше Убьюсь Флотом Академии Об эти флоты Я хочу Чтобы мои Основные флоты Оставались Крепкие Надежные Тем более Видите Он постоянно Отступает Ну вот Все Удачи ему Так Все Поехал Флот Академии Шатать Пиратов Еще Не более Они тут Прокачались Сейчас мы Тут Явно Разменяем Часть наших Кораблей О Двое Отвалилось Ух Моща Так Еще Один Пиявочник Создать Боже Какая Прелесть 1400 Проверяй Называется Так Еще Один Короче Хорошо Мы идем Пока что Тем более Что опять же У нас появились Еще бомбардировщики Вот это Можно заменить Сразу же Я считаю Что бомбардировщики Лучше Тем более Что они Очень хорошо Справляются С более Тяжелыми Кораблями Да в принципе Нам наверное И воевать Уже вообще Не придется Именно В плане Ковчегов Ковчеги У нас уже По моему Чувствую себя Просто превосходно 1500 Хорошо Дайте мне Это Все У нас еще Сейчас науку Мы потом Подрубим Обязательно Так Вот это Обязательно Тоже тут Надо Подкатать Кстати Вот здесь Здесь у нас Проблемка Будет В том Что опять же Есть Вот это Долбанное Газовое В принципе Тоже Дает Минус По счастью Нам надо Короче Будет Счастье Повышать В некоторых Системах Обязательно Так Что у нас В этой Видите Вон Счастье В минус Ушел Почти Но пока Еще нет Но Скоро Пойдет Ко дну Здесь тоже Надо будет Поставить Тогда Причем Прям Прям Вот Совсем Надо Будет Флот Академия Будет Успешно Переработан В принципе Пока Что Вот так Вот У нас Обстоят Дела Да У нас Так В принципе Обстоят Дела Как обычно Господа Не забывайте Писать ваши Вопросы В комментариях А на этом У нас Все Не забывайте Ставить лайки Подписываться На канал И увидимся С вами В следующей серии Удачи